друзья всем привет курортный парк мы сходили вдоль и поперек но ни разу не совершали воздушного путешествия сегодня мы это белое пятно закроем и отправимся в карете по канатной дороге от храма воздуха в олимпийский комплекс канатная дорога начинает работать с 10 часов я прибыл сюда немножко раньше и у нас есть возможность несколько минут побродить по окрестностям несколько слов о кисловодской канатной дороге построили ее в 1973 году то есть ей уже 50 лет строили ее под руководством известного инженера из тбилиси вахтанга лежавы длина ее 1743 метра подъем от нижней станции до верхней станции канатной дороги занимает примерно 7 минут с этих камней в ясную погоду хорошо виден или брус но сейчас горизонт в дымке и самая высокая гора европы сегодня не видна от колоннады до нижней станции канатной дороги можно доехать и на электромобиле успел на самый первый рейс так что буду подниматься на олимпийский комплекс по канатной дороге в числе первых что получится среди осъемкой не совсем понятно стекла кабинки слегка запотели и боюсь будет немного мутновато ну посмотрим уже по факту тут уже ничего не поменяешь придется мириться с тем что получится мутновато ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подъем с нижней станции канатной дороги до верхней от храма воздуха до олимпийского комплекса занял примерно 7 минут. И сейчас мы спускаемся от олимпийского комплекса к смотровой площадке с ротондой. Олимпийский комплекс, чуть ниже смотровая площадка и такой вид на город открывается с этого места. И теперь посмотрим, сколько пешком займет у нас спуск с олимпийского комплекса до храма воздуха. Смотрите, сколько каменных фигурок здесь кто-то настроил. Сколько нужно времени и терпения. Субтитры создавал DimaTorzok Спустились на красное солнышко. Впереди показался памятник Лермонтову. За час с небольшим температура поднялась на 2 градуса. Сейчас 6 градусов тепла. Ощущается как 2. Входим в серпантин. Спустились до поворота на туристическую тропу. Но нам туда сегодня не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вышли на финишную прямую серпантина и скоро покажется вход в санаторий Орджоникидзе вправо, а налево долина Рос. Проходим в санаторий Орджоникидзе вправо и долину Рос слева. И впереди конечная точка нашего сегодняшнего спуска – нижняя станция канатной дороги. Впереди нижняя станция канатной дороги. И с нее отправляется желтенькая кабинка, на которой, кстати, и я только что поднимался к Олимпийскому комплексу. Так медленно она отправляется в воздушное путешествие и потихонечку набирает скорость. Здесь кабинка еще низко над землей, а есть места, где люди зависают на высоте 250 метров над парком. И, как интересно, совпало сегодня. Канатные дороги 50 и у меня сегодня 100-е путешествие в цикле прогулок по Кисловодску и его окрестностям. Возле нижней станции канатной дороги мы начали свою прогулку и здесь же ее и заканчиваем. Мне осталось только напомнить, чтобы вы не забыли поставить лайк и подписались на мой канал, кто этого еще не делал. Всем добра, здоровья, пока-пока! На спуск от Олимпийского комплекса до нижней станции канатной дороги у меня ушло 1 час 10, 1 час 12 минут. Но это с учетом на паузы остановки на видеосъемку. А так, я думаю, спокойно можно преодолеть этот маршрут за 1 час. БлагодаряDY! Продолжение следует...